МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энергетики подводят итоги прошедших морозов и ураганных ветров. Помочь финансами в строительстве спорткомплекса Абакан и разобраться с недобросовестными абаканскими коммунальщиками. Такие обещания дал сегодня жителям столицы Хакасии глава республики. Виктор Зимин лично побывал на спортивном объекте и заехал во двор одной из многоэтажек, где его ждали рядовые абаканцы. Подробности в материале Константина Кравцова. Глава республики по причине занятости – редкий гость в стенах спорткомплекса. С интересом знакомится с большой стройкой. В роли гида лично Николай Булакин. Вот уже вырисовывается бассейн «Олимпийский стандарт». Восемь дорожек способен принимать 120 человек в смену. К осени стройка завершится. Глава республики делает заявление. Хоть комплекс и муниципальный, власти республики не намерены оставаться в стороне. Особенно в содержании дать средства, включить и на достройку третьего очереди. Посмотрим. Я думаю, Курагенович, если сейчас на телевидение скажем, придется отвечать. В пределах 80-100 миллионов мы республика вложимся. Бассейн мы планируем сдать в августе-сентябре. И с этого же времени начнет работать новая, девятая специализированная детско-спортивная школа. Муниципальная по плаванию. Сейчас мы ведем работу с Федерацией плавания Российской Федерации по формированию тренерского состава. Для такого объекта нужны квалифицированные, даже маститые тренеры. Здесь и сейчас решить проблему требуют обычные горожане. На встрече жильцов жилого дома речь шла о ЖКХ. У людей традиционно много претензий. Я бы хотела поменять двор. Потому что я считаю, что в нашем доме очень много появилось детей маленьких. И у нас одна качеля. У меня самой трое детей. Я бы хотела, чтобы у нас дети играли. Они же придумали раз групповые счетчики. То пусть нормально же делают. Вот я за воду, допустим, плачу за горячую, за холодную. А не мне столько же кубов по групповому. Виктор Зимин пообещал людям помочь в решении проблем. А также заявил, не исключено, что добросовестных коммунальщиков, которым нет претензий от жильцов, уже в ближайшее время власти начнут поощрять налоговыми льготами. Это в республике станет новой практикой. Огромную для республики партию контрафактного алкоголя изъяли полицейские на одном из складов Абакана. Более 90 тысяч бутылок. По версии следствия, эта некачественная продукция распространялась не только в местные торговые точки, но и в Красноярский край. В ассортименте было представлено 46 видов. Выручка от реализации могла составить 12 миллионов рублей. Кстати, фирма зарегистрирована 7 лет назад. И сколько контрафакта попало на прилавки, еще предстоит выяснить. На предпринимателя и продавца заведено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Подобной практики у местных следователей еще не было. Также известно, что продукция поступала в Хакасию из южных регионов. И вполне возможны новые уголовные дела. У энергетиков завершается самый сложный период года. Осенне-зимний пик нагрузок на систему. Официальные итоги прохождения этого сезона будут подведены позже. А сегодня заместитель главы республики Андрей Новоселов побывал в Центре управления сетями компании, чтобы на месте оценить работу энергетиков. Репортаж Виктора Лушникова. В Центр управления сетями одно из самых важных подразделений Хакас-Энерго. Сюда поступает информация обо всех отключениях в энергокомплексе. Сиана отображается на дисплейном экране. На сегодня ситуация спокойная. Но этой зимой энергосистеме пришлось работать в весьма напряженных условиях. Хакас-Энерго достойно прошли этот период. На сегодняшний день могу уже ответственно, как руководитель штаба по энергобезопасности республики Хакасии, сказать, что и по территории Хакасии, и по городам Саиногорска, Бакан, Черногорск особых аварий не было. Если для населения республики зима прошла относительно спокойно, то энергетики постоянно находились в состоянии повышенной готовности. Особенно в период аномальных морозов в декабре и при ураганном ветре в начале марта. Тогда, напомним, ветер вызвал повреждения на линии электропередач в Абакане. Место порыва быстро обнаружили и за полтора часа устранили неисправность. Надо учесть, что вторая лица была 88-я линия под напряжением, определенные условия работы по безопасности, ну и сильный ветер. Этот случай показал, что на предприятии работают высококвалифицированные специалисты, готовые к любым сложным ситуациям. И все же для страховки в Хакасии есть 200 дизельных генераторов, от которых можно запитать социальные объекты и население. Такая станция пригодилась при Исковом, когда там в начале марта шквальным ветром была сломана опора ЛЭП. Это позволило нам все-таки не остановить котельную и обеспечить теплом жителей. Мы дополнительно туда выдвинули две единицы дизель-генераторной техники и проводили восстановительные работы на линии. Работы осложнялись сильным снегопадом и сильными порывами ветра. Без преувеличения скажу, что работали энергетики самоотверженно. Для повышения надежности работы энергосистемы специалисты Хакас-Энерго уже сейчас начали готовиться к следующему зимнему сезону. Проводят диагностику, ремонтируют и заменяют изношенное оборудование. Многие вопросы, которые обсуждались на этой неделе в Верховном Совете Хакасии, касались жизни детей, в том числе сирот. Ольга Стельмах выбрала главные. И далее вашему вниманию рубрика «Парламентский дневник». России важен каждый ребенок. В Верховном Совете Хакасии активно подключился к проекту партии «Единая Россия». Он стартовал в нашей республике совсем недавно, но депутаты уже наметили план работы. Напомним, России важен каждый ребенок – это российский проект социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными физическими возможностями. В нашей республике также разработана подобная региональная программа. Сегодня рабочая группа, которую возглавляет председатель комитета по образованию и науке Верховного Совета Лариса Карпова, готовит предложение, как развить институт усыновления и повысить качество жизни детей, оставшихся без родителей. В Верховный Совет Хакасии и правительство уже составили план мероприятий. Самый важный аспект – законодательный. Здесь есть над чем работать, уверены парламентарии. Некоторые законы требуют поправок, к примеру, документ об организации детского отдыха и оздоровления. Согласно данному закону, у нас в перечне включено 11 категорий детей, среди которых, как ни странно, отсутствует категория дети-сироты. В связи с этим дети-сироты, обучающиеся у нас в профессиональном образовании, не попадают под действие этого закона. Изменения в закон депутаты рассмотрели на Президиуме Верховного Совета. Поправку представят на апрельской сессии. После ее принятия отдохнуть и поправить здоровье смогут еще 27 детей-сирот. Для этого из бюджета дополнительно выделят более полумиллиона рублей. Национальный проект «России важен каждый ребенок» в Хакасии стартовал лишь в этом году. Однако помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в республике была и раньше. К примеру, депутаты-единороссы взяли шество над Абазинским детским домом и завели добрую традицию – поздравлять детей не только со всеми праздниками, но и персонально – с днем рождения. В этом, как и в остальные, визиты к своим подопечным депутаты приехали не с пустыми руками. Сладости и подарки каждому имениннику, кто справил свой день рождения в период с января по март. Поздравления и сюрпризы получили 28 воспитанников детского дома. Ребята, у кого день рождения подняли руки? У всех. Почти у всех. А кто не поднял еще? А сегодня у кого? Поздравить детей с праздником приехали первый заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Юрий Шпигальских и председатель Комитета по культуре, образованию и науке Лариса Карпова. Под свою опеку детский дом депутаты взяли еще три года назад. С тех пор парламентарии – частые гости в Абазе. Партия «Единая Россия» взяла шефство над этим учреждением и есть возможность поздравить просто с днем рождения детей, которые в последний месяц-два были именинниками. Я увидел вот эти взгляды, радостные взгляды, добрые взгляды, которые в тех, кто приехал, видят своих друзей в первую очередь. Вот это самое главное и для них, и для нас. Следующий визит депутатов и вновь с подарками запланирован уже на начало июня, к летним каникулам и празднованию Дня защиты детей. На этом у нас все. За новостями Республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт Верховного Совета находится по адресу, который сейчас увидите на экране. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. И в завершении выпуска анонс наших завтрашних передач. В 10 часов 5 минут смотрите наш новый проект «Большие деньги». В 10.35 передача «Саяна-Шушенская ГЭС. Новая история». Сразу после «Мобильная Хакассия» и в 10.50 очередной выпуск программы «Знай наших». Речь пойдет о предприятии «Тепломонтаж». Не пропустите. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Хорошего отдыха в выходные и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok